Сегодня, кроме свежайших новостей, будут наши клёвые посиделки, классный ваганыч и даже немножечко хлебный фред-гитарист. Погнали! И вы заметили, наверное, что последние пару влогов я снимал в солнечной Испании, но нефига к этой штуке привыкать, потому что в жопу Испанию надо любить Россию-матушку. Потому что дорого капец. Так что возвращаемся в серый и унылый Петербург, где когда ты хочешь поснимать, вот типа погода вот такая и мокрая. И давайте сразу к новостям. Вы, наверное, заметили, что к нам на канал иногда приходят настоящие комики, которые, в отличие от нас, не пахнут. Реально смешно шутят. И помимо Ильи Куруча, которого вы уже, скорее всего, видели в одном из видосов недавних на нашем канале, нам удалось заманить к себе ещё и резидента стендап Петербург Ваню Афонченко. А не гады! А ещё не только клёвого парня и талантливого стендап-комика, но и чувака с канала Авада Кедавра Серёжу Слетинского. Всем привет, ребята! Это канал импровизации с песнями, где Вадик Углов сочиняет песню прямо на стороне. Это всё? Что, все правила? Не переживайте, он шутит гораздо лучше, чем выглядит. Чем любой среднестатистический комик выглядит. Короче, шутник знатный, ну вы поняли. Следите за выпусками, будет... На самом деле, съёмки с настоящими комиками это очень интересный опыт, потому что они реально знают, как устроен юмор и чётко понимают, что нужно делать, чтобы вам, нас, было весело и интересно смотреть. Они все так и говорят. Вадик, чтобы тебя было смешно и интересно смотреть, начни выкладывать нормальные видосы. Они действительно профессионально ведут себя на съёмках, потому что у них за плечами и опыт телепроектов, и огромный какой-то нечеловеческий опыт живых выступлений перед настоящей публикой. Поэтому их лица выдержат как бы и палящий свет софитов. Ну и тухлую помидорку, наверное. Я бы прямо сейчас хотел передать огромный привет и просто астрономическую благодарность всем тем комикам, которые уже побывали у нас на канале. Ну и, конечно, большуханскую уважуху всем тем, кто ещё к нам придёт. Ребят, любовь. Ну и теперь давайте к главному. Вы, наверное, уже обратили внимание, что мы запустили стримы. И прямо сейчас я передаю привет всем тем, кто заходил к нам на прямые трансляции. Вы очень крутые четыре человека. Мы настроили картинку, научились делать сносный звук, и теперь при любой возможности стараемся включить стрим, чтобы порадовать ценителей нашего творчества. Что происходит на стримах? Ну, как вы поняли, мы там, конечно, танцуем. Показываем фокус. Сочиняем песни прямо на ходу, пока общаемся с классными подписчиками. Вы ещё об этом не знаете, но сейчас будет стрим внезапный, мы его не планировали. Так вышло, извините, пожалуйста. В аниме наготовимся. Мы настраиваемся, располагаемся. Дима, тебе нравится стрим? Всё довольно просто. Вы в чат шлёте сообщение о том, о чём должна быть следующая песня. А мы поём. Так что все, кто не верил, что у нас всё по-настоящему, могут лично убедиться, что у нас всё не по-настоящему. У нас реальная импровизация, и нет никакой подставы. Кроме наших любимых поигруль с песнями, мы отвечаем в стримах на вопросы подписчиков. Что в целом логично, ведь было бы странно, если бы мы отвечали на вопросы, ну, из «Что, где, когда», например. То есть у вас есть возможность спросить у нас что угодно, и мы максимально искренне и честно вам ответим. Только, пожалуйста, не надо вопросов из «Что, где, когда». Вы спросите, «Вадик, чё за херня? Вы провели уже 500 грёбаных стримов, а у меня так и не получилось зайти ни на один из них. Чё такое это?» Разумный вопрос, тем более, что он не из «Что, где, когда». Отвечаем, мы не сохраняем записи со стрима. Трансляция происходит прямо только здесь и сейчас, и больше никогда не повторяется, поэтому смотреть её можно только вживую. Это как клубничное мыло, ты его один раз в жизни на вкус пробуешь, и больше такое не повторяется. Вы снова спросите, «Вадик, а мне не приходили уведомления? Как же так-то?» Разумный вопрос. Отвечаем. Скорее всего, уведомления рассылает Почта России. Скорее всего, у вас просто не нажат колокольчик вот там внизу под видео, рядом с кнопкой «Подписаться». Колокольчик! Наши стримы выходят не по графику, у нас нет плана трансляции. Мы включаем камеру тогда, когда у нас есть свободная минутка, и поэтому это может случиться в любой момент. Это как когда съел не ту шаверму, и это может случиться, ну, в любой момент. Так что, если вам хочется поугарать вместе с нами на стримах, жмите колокольчик. Кстати, напишите в комментариях, в какое время вам удобнее всего смотреть прямые трансляции. А давечу после одной из трансляций мы устроили себе импровизированный мозговой штурм и даже не забухали. И даже протестировали с ребятами несколько новых рубрик на канал, так что, ух, будет горячо. Череда стримов, короче, привела нас сюда вот. Сейчас мы как-то сделаем что-нибудь. Ого-го. Ребята, любезно согласились. Помочь мне придумать новые, новые развлекушечки на канал. Ребята, вы готовы к бою вообще? Мы готовы. Готовы. Мы так сделали впервые, и это был просто какой-то космический опыт. Я честно-честно не ожидал такого результата. Огромное спасибо всей нашей дружной команде за лютый креатив. Кстати, о креативе. Зырьте, какая штуковина. Кстати, о креативе. Недавно я забежал на огонек к музыкально-юмористическому видеоблогеру Ваганычу. И если вы его еще не видели, бегите скорее к нему по ссылке в описании, или жмякайте на его кнопку, которая в конце этого ролика. Он умный, милый и смешной. А что еще-то нужно? А? В этот раз я немного помогал ему со звуком на съемках. И чуть-чуть подснялся в массовке. Ну, потому что надоела мне эта видеоблогерская слава. Хочется немного раствориться в толпе. Короче, Ваганыч оказался крайне интеллигентным и искренним чуваком. Давайте запишем. Я отправлю Антона Калюзного, а он смонтирует. Он на донат это должен поставить. Да. Надо, чтобы Моисей на донат поставил кифку. Давай, снимаем? Что мне нравится на этом канале, это высокая художественность. У него довольно робкие, но очень приятные подписчики. При этом они правда все клевые мальчишки и девчонки. Здравствуйте, скажите нас. Здравствуйте. Единственный существенный их минус в том, что они не все подписаны на наш канал. Если кто-то из вас это смотрит, привет вам сладкие. Мы же клево угарнули на съемках. А знаете, кого мы там повстречали? Как будто мы знакомы. Это бесплатный сайт. Опачки, сеньор Фред гитарист телепортировался к нам с лазурных берегов и снялся в совместке с Ваганычем. Между прочим, угарный ролик. В нем и моя морда пару раз мелькает. Если что, ссылочка там. Привет, Ваганыч и Фред. Вы оба клевые ребята. Кстати, если среди вас есть видеоблогеры и вы живете в Питере, напишите мне в личку ВКонтакте и мы с вами обязательно снимем совместный ролик. Торопитесь, пока на канале еще не миллионы подписчиков. Потом мне будет некогда, потому что надо будет снимать реакции, участвовать в челленджах, диссах и конфликтах. Ну а если вы не в Питере, то... Если вы не в Питере, но у вас есть идеи, как бы закалабить удаленно, тоже обязательно пишите. Очень хочется сотрудничать и дружить с творческими людьми. Ну а пока я немножко пойду по мозгу и что-нибудь еще с нашими классными ребятами, чтобы сделать наши выпуски для вас еще более крутыми, смешными и яркими. А знаете почему? Потому что вы классные. Огонь. Мне кажется, все хорошо. Можешь все посмотреть. Это конец, да? Да.